Сегодня Дмитрию Урумову, бывшему сотруднику прокуратуры Московской области, предъявили официальное обвинение. Он подозревается в крышевании подпольных подмосковных казино и получении взяток от бизнесмена Ивана Назарова, ожидающего сейчас суда в Лефортовском СИЗО. По этому громкому делу на прошлой неделе был арестованный прокурор Ногинск Владимир Глебов. Завтра ему также могут предъявить обвинение. Еще один подозреваемый, бывший замначальника подмосковной прокуратуры Александр Игнатенко, пока не арестован, но объявлен в федеральный розыск. За ходом дела продолжает следить наш обозреватель Антон Желнов. Антон. Да, добрый вечер, Дима, Таня. Как считают следователи, Дмитрий Урумов и находящийся под арестом Владимир Глебов за время своей незаконной деятельности получили от организаторов незаконного игорного бизнеса минимум 15 миллионов рублей. Правда, по какой статье обвиняется бывший прокурор, пока неизвестно. Об этом сегодня сообщил адвокат Урумова Юрий Михайлов. Но ранее работники прокуратуры подозревались по 290-й статье, часть 4-я. Это взятка в особо крупном размере. Максимальное наказание здесь 12 лет. Час назад нам удалось связаться с Дмитрием Урумовым и вот что он сообщил нашему телеканалу. Да, все в соответствии с законом. Вы признаете это обвинение? Не будете подавать жалобу? Будем, будем. Ну, адвокаты подадут на днях жалобу. А как дело будет развиваться, это вам лучше обратиться в Следственный комитет. Где вы сейчас находитесь? Вы в каком-то СИЗО или... В Следственном комитете. Какие условия содержания? Нормально, приемлемо. С адвокатами ведемся. Со сродственниками нет, да? Да. Вот то, что вписалось, что якобы Ивану Назарову кто-то мог угрожать с вашей стороны за дачу показаний. Конечно, это бред. Ну, как можно давить на людей, которые находятся в Лефортово? Вы в состоянии это сделать? По поводу Игнатенко. Вам что-то известно о нем? Вы общались вот до задержания или нет с ним? Нет, ничего не известно. Я добавлю, что во время нашего такого короткого телефонного интервью из колонок постоянно доносилась музыка. И мне показалось, что Урумов в этот момент находился в машине. По-моему, играла песня певица Шер. У помянутого Александра Игнатенко, скрывающегося сейчас за границей, также могут обвинять в получении взяток в особо крупном размере. Это грозит и мэру подмосковного города Клин Эдуарду Каплуну. Между тем, в стороне от этого процесса бывший начальник подозреваемых прокуроров Александр Мохов, который курировал всю работу всей подмосковной прокуратуры. В отличие от коллег, его не уволили, а отстранили, перевезя на другую должность. Сейчас Мохов замначальника московского межрегионального транспортного прокурора. Мы спросили у него, за что он отвечает на новом месте работы и как комментирует обвинение своему бывшему подчиненному Дмитрию Урумову. Я заместительный, просто сейчас он в данный момент на больничном, и поэтому еще не работает. Ну, работал он несколько дней, а потом вот с учетом всех этих ситуаций, давление туда, то туда, то сюда. Ну, поэтому немножко сейчас прочистит, и тогда уже более четко будет обратена обязанность. Ну, как я могу оценивать действия следственного комитета, если я дело не видел, материалов не знаю, что я могу оценивать. Ну, я не могу ничего, я не знаю там, что там, какие материалы, что есть, есть, нет, достаточно, недостаточно. Если это считали достаточно, то, наверное, достаточно для принятия тех решений, которые приняли. Все, извините, я немножко занял. Спасибо. Вопросах, психотропные вещества и так называемую сыворотку правды. Но сотруднику генпрокуратуру и врачу не дали это сделать, заявив, что Лефортовское СИЗО, где находится Назаров, под ведомством ФСБ. Опасения генпрокуроров небезосновательны. В результате показаний Ивана Назарова следователи уже сейчас вышли не только на подмосковный, но и на московский след. В деле может оказаться теща высокопоставленного сотрудника генпрокуратуры Юрия Синдеева, который по заданию своего руководителя Юрия Чайки проводил служебную проверку подмосковной прокуратуры, пытаясь, как мы помним, защищать своих коллег. Его теща, хозяйка подмосковного ресторана «Премиум» Валентина Спирина, на кредитную карточку которой организаторы подпольных казино ежемесячно перечисляли от 200 до 300 тысяч рублей. Сейчас Спирина находится на Украине и обыскать ее дом следователям не удалось. Еще одно имя, которое автоматически выводит это дело на другой уровень, Артем Чайка, сын генпрокурора. Но, похоже, следствие все-таки решило вывести его из подозрения. И вот интересно, будет ли свидетельствовать в отношении Чайки-младшего Иван Назаров, а не анонимный свидетель, как это было ранее, но это пока неизвестно. И сегодня мы связались с таким забытым еще одним фигурантом этой истории, хозяином галереи «Триумф» Емельяном Захаровым. Напомним, подмосковное дело в феврале началось с обысков именно этого особняка, бывшего дома приема Логоваза на Новокузнецкой улице. Некоторое время назад, вернее, не некоторое время назад, а некоторое время Захаров предоставлял Ивану Назарову офис и планировал открыть с ним и ресторатором Аркадием Новиковым совместное кафе-ферма. Вот я спросил у Захарова, проходит ли он свидетелем по этому делу и есть ли у него какие-то претензии к ФСБ за проведенные зимой обыски в галерее. Давайте послушаем. У меня не было таких исков, мне все вернули, извинились и разобрались, что я не имею к этому, к его отношению, а дружба не является преступлением, может, знаю. Ну да, ну а что, ну мне скрывать-то нечего. Ну да, я дружу с Иваном Назаровым, чего там плохого. Я его знаю, там, вашим мальчиком, 22-х. Конечно, меня волнует судьба моего друга, но, в общем, я ничего не могу вам сказать, к сожалению. Никаких жареных фактов, ничего не знаю. Так что, извините. Добавлю, чтобы пойти на сотрудничество со следствием и раскрывать новые имена в этом громком деле, Иван Назаров и два его подельника сменили адвокатов. Ранее интересы Назарова представлял Александр Добровинский, отныне он не участвует в этом деле, сообщив коммерсанту, цитата, С нашим участием этого бы не произошло. Коллеги. Спасибо, Антон. Антон Жулнов о торге между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом.